привет всем здоровы сначала с теми кто будет смотреть не прямом эфире а те кто будет смотреть сейчас подходите наконец-таки я в эфире очень соскучился и надеюсь хорошо с вами сейчас пообщаемся а я смотрю он шлак у меня 0 человек пока вы подходите я выпью компотика напишите комментарий как слышно как видно елена р первое блин уже 20 человек они одного и комментариев нету пишите что-нибудь не пойму работает вообще слышно норм уже хорошо ну давайте поговорим болтаем есть у меня время немножечко во-первых огромнейшее всем спасибо конечно же за вчерашний комментарии прочитал практически все на душе стало легче честно вам признаюсь спасибо вам за вашу поддержку не устану благодарить ну вот прям поговорил высказался и намного стало легче привет чат я в машине сижу в москве все слышно надо было конечно назвать прямой эфир улетаю к фальконике улетаю к фальконике вот потому что тут рассказала тайны все доброй ночи добрый привет спят что ли все или не спите германия привет германия я уже скучаю по германии как дела не переживайте бы хорошо то я уверен что все будет хорошо переживем и это ничего страшного мы здесь елена привет все привет что-то вы скажите у вас не подглючивает youtube знаете каком плане я не вижу ваших когда читаю комментарии только на компьютере причем это происходит я не вижу ваши иконки то есть аватарки у меня просто стоит какой-то синенький квадратик а в нем вопросительный знак у вас такого нет прям подглючивает youtube что-то последнее время привет не знаю чем это связано но как-то так питер привет то же самое у вас да в айфон файф когда в телефоне сидишь такого нету франция привет израиль привет у меня на планшете все окей ни на планшете ни в айфоне нет аватарок ну вот видите давно не открывал youtube с компом а я всегда читаю часто точнее читаю привет привет вот вот смотрите народ повалил сразу казахстан привет нет это видимо у всех такое с телефона да а вот с компьютера аватарок да в телефоне не видно у меня в телефоне почему-то видно а вот в компьютере нет ростов-на-дону как мои дела ну ничего потихонечку нормально хизри был сегодня там одно видео снимал но не с хизри пока не буду с кем потому что говорить потому что мы потому что настроение да ничего нормально от рау вот кстати вот ну ну рза да вот что вы написали бы сейчас привет из от ирау и белые квадратики это смайлы теперь не отображаются вы писали что не какой-нибудь смайл ставили по моему и смайлы заглючили как папа как сам папа ничего папа мы были в выходных с братом с семьей мир по он говорил или не говорил 20 градусов обалдеть воистину воскрес Катя привет махачкала да на смайлы поставили отобразились видели как подоглубь человек у меня почему-то еще и фото в сообщениях сообщества не видно ну да да приветик наконец-то ну да давно у нас прямых эфиров не было очень давно я кстати хотел сделать прямой эфир там германии но интернет просто был отвратительнейший я попал на интернете вот конечно все мы все тут жалуемся на какие-то такие моменты в россии но вы знаете вот я бы так вот в германии этом разговаривал просто с местными я бы не смог бы себе позволить провести прямой эфир по обычному интернету который телефонный до сим-карты потому что я знаете сколько я потратил на интернете за 10 дней пребывания сейчас я вам скажу мне принесли карту там на ней было по моему 20 евро и я еще покупал 30 евро карту и того 50 евро на минуточку 50 евро это почти 4 ну четыре с половиной тысячи да представляете я в москве плачу 900 рублей 800 чем-то рублей и у меня все безлимитно в германии мне сказали что нет такого понятия безлимитного интернета вот кто из германии подтвердите мне такое это правда или нет а если есть то и какой-то по каким-то там контрактам на год сразу оплачиваешь сумасшедших денег стоит я не знаю у нас вообще никаких проблем нету германии до а у меня первым не сим-карту просто наши эти немецкие партнеры дали мне сим-карту привезли уже да я не покупал там привезли мне и я первый видос загрузил по интернету мобильному быстро загрузилась все быстро но деньги все сожралось а в отеле был интернет ну просто отвратительный просто в инстаграме вот там с рассула мы были прямом эфире для просто ли инстаграма нужна меньшая скорость германии интернет не ахти и дорого а для youtube интернет нужен более мощный наши операторы предупредили что уберут безлимитку с июля месяца не верю в это может быть они прекратят их продавать но старые контракты останутся наши это какие наши операторы я что-то такого даже не слышу 50 евро в месяц что 50 евро в месяц про что вы говорите я 50 евро я же говорю потратил за 10 дней словакия привет привет я хочу привет привет ну давай что-нибудь может быть паспорт поспрашиваете 600 рублей в месяц казахстане интернет безлимитный и хорошо работает вот кто-то платит 49 95 за интернет почему есть но это очень много я считаю что это очень нидерландах запретили выдавать визу туристам из россии ну ничего для этого есть италия есть франция который наоборот италия по моему с 1 апреля нет италия еще в марте дали давать визы а француза с 1 апреля контракт на мобильник 50 евро в месяц это не при условии если подключается там на год или еще как-то как дела у хизри дайте постучать по дереву дерева нету все хорошо ребята выписали из больницы его дома уже чувствуется хорошо правда очень нужно много первых первое время пить много нужно лекарств но все работают все функционирует слава богу в узбекистане безлимитный интернет в месяц 100000 сумм получается 10 долларов ого кто в этом году ждет розыгрыша карты никто привет из башкирии худой такой стал не видел тебя полгода нет моя дорогая как вас зовут а мама или я за полгода как раз прибавил просто здесь удачный свет понимать главное направить правильный свет с одной стороны вторая часть не подсвечивается и ощущение что ты худой как отдохнул гастроли как я на самом деле главное что выспался после длинного этого перелета потому что перелет у нас составил я уж говорил да по моему 20 вот от отеля до дома 23 часа солите 23 часа в дороге я со своей спиной мама дорогая намучился но ничего я быстро отдохнул германии при том что-то много с германией сегодня расскажи про свои ощущения от концертов эйфорично как изменились ребята как как изменились как изменились концерты ой но ощущение до сих пор в эйфории и мне кажется что это просто приснилось потому что когда ты два года ждешь эти концерты как себя вот про беженцы в украине я сейчас все расскажу дождите по порядку я до сих пор вы знаете когда я более-менее вздохнул это когда после первого концерта я просто пришел так в номер пластом так просто нет нет ни пластом не упал я сходил в душ а потом просто плюхнулся и вырубился потому что у нас был долгий перелет у нас был сумасшедший день подготовки всего один и мы прям там у нас были моменты что мы у нас аппаратура поздно заехала но мы все успели мы все сделали поэтому я так устал я вот пришел в номер я такой думаю неужели мы это сделали потом конечно уже расслабились неделю отдыхали уже как-то полегче был второй концерт намного легче прошел про не я плане эмоционального плане каком-то таком подготовительным там спрашивали про беженцев ну смотрите очень интересная тема и потому что я принципе хотел это рассказать про то что да вот про мне многие спрашивают ну расскажи расскажи как там что там как нам к нам относится как там к русской речи если без подробности хотя некоторые моменты расскажу то я вам так скажу за 10 дней ни одного косого взгляда ни одного вообще даже какого-то момента в родно русскую речь реакцию ничего нигде не было хотя мы не раз сталкивались и с беженцами и просто с людьми с украины расскажу где когда вы были мы когда приехали в амстердам вы помните что я рассказывал мы перепутали эти какого пересадки ехали долго мы когда приехали в амстердам и его на вокзал уже приехали и мы решили что мы сразу купим билеты светлана никите ну по-моему вы должны знать уже почему не было того по кого вы спрашиваете она же уже все в инстаграме всем рассказала твой друг самолдами но не друг у меня давайте так начнем с этого он не не друг мы с ним знакомы и поэтому давайте не будем писать сейчас кого он там обсирает еще чего-то он не перебиваете подождите вам стартами в очереди мы решили сразу купить билеты обратно потому что неизвестно сколько мы гуляли и расписание все мы стояли в очереди в кассу за билетами перед нами были беженцы и сзади были беженцы украинцы которые прекрасно говорят на русском языке они слышали нашу русскую речь мы слышали их русскую речь они были с волонтерами с табличками с такими как бы табличка цвета флага никаких проблем абсолютно никаких проблем никаких косых взглядов ничего второй момент когда мы ехали на автобусе из дюссельдорфа в прагу мы останавливались я уже говорил да что по закону нужно останавливаться мы часто останавливались так вот когда мы остановились в очередной раз мы остановились на таких стоянках где стояло много фур прям большое количество фур потому что в тот день у них была пасха в германии по моему и фуры не имеют права ездить тоже немцы вообще не любят работать это я понял они просто не хотят работать вот и мы выходим все вышли и прямо среди нас было ну штук 30 фур прям вот все заставлено так мы ели там вообще встали и мы так зариной вышли и смотрим одна фура задняя дверь открыта и там так открыта дверь и мы туда заглянули даже не заглянули там просто было видно там какой-то стол был накрытый видно как будто бы там кто-то сидел кушал или что-то еще и и с другой стороны выходит мужчина ну мы такие мы даже не поняли кто он русский не русский и и мы ему так просто вот говорим здравствуйте и он нам по-русски тоже здравствуйте ну типа мол вот а вы откуда вы откуда и мы у него точно спрашиваем об откуда он год с украины западной украины вот понимаете как в чем и ужас и нас настолько тут застращали запугали что при реакции когда нам говорят что человек с украины ты просто не понимаешь как реагировать а когда тебе еще говорят что западной украины то мы на секунду с зариной просто ап и не понимаем что нужно ответить сейчас данный момент как но мы типа ну классно а у нас тоже тот же в ответ спрашивает а вы откуда я говорю у нас тут говорю узнаете груза откуда только нет игры россии казахстан еще откуда-то поэтому ну не знаю в абсолютно нормальная реакция никакой агрессии ничего не знаю и про разговорились и он потом сфотографировался с димашем поэтому вот как то так вот такие моменты и я был в таких где на почте я был в дюссельдорфе тоже с русским паспортом и отправлял деньги кстати в украину по просьбе хизри он там помогает одной женщине вот не знаю я тоже помогать беженцам с украины германии ребят да все как-то кто как может помогает просто не обязательно это афишировать и кричать везде в инстаграме а ну про хизрия юбович уже рассказал про папу рассказал папа до дома живет видели ролик демонстрации в берлине там правда ужас девочка лет десяти кричала слава украине героям слава а я также видел в германии другой совершенно шествие на машинах в поддержку россии понимаете это же не маленький в районе пяти тысяч поэтому мы знаете можно долго рассуждать на эту тему поэтому я говорю что и на концерте много было с украине и люди ко мне подходили и говори специально говорили макс передай димаша что мы при специально приехали с украины еще там что-то как-то ею и вообще видел холлоу 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 макс без хизри вся работа на тебе было ну да можно сказать что я сдавал в этот раз экзамен я так прикалывался там кому-то рассказывал вы знаете как будто бы 10 лет и где-то училась в каком-то высшем военном учреждении нет не военном обычном военном заведении высшим просто какой-то типа академии об этот раз мне был экзамен но мне кажется я справился насколько я мог но честно было тревожно потому что постоянно что-то у нас забыла как зовут адвоката которого посадили не за что как он слава богу что хоть вы не написали что его зовут казимир кантемирова зовут ребят ну как дела ну пока все без изменений суд уже был не знаю сдайте вы или нет дали восемь лет что-то там его туда-сюда возят я знаю сейчас даже не опять тот момент когда некуда написать письмо потому что его возят туда-сюда и одну нас последняя информация была он должен быть москве не знаю зачем как видно как зал нас на одни пятерки ну почти конечно надо общать вещь и вешать стерлаки на людей из людей любой страны любой сценарий здесь нормальные я об этом всегда говорю тоже недавно казимира вспоминали на его канале инфи нет пуся пожалуйста ну ты-то знаешь что он не казимир как хизре ценил мою работу хорошо ценил да нет ну нормально вроде бы как хизреа юбовича вообще редко хвалит вы знаете от него получить похвалу это дорогого стоит но насколько я слышал там он кому-то говорил общих знакомых он хвалил поэтому мне этого достаточно что больше всего удивило в этих гастролях то что я вообще честно говоря у меня у меня все это как сказать я никогда не гастролировал за границей то есть меня это вообще опыт заграничный первый раз то есть я там куда мы ездили но но я не считаю это гастролями когда мы ездили тоже в дюссельдорф с игоря кручим крутым с димашем это совсем другое когда мы ездили с ириной аллегровой в нью-йорк да и так же с димашем нью-йорк то есть это не те гастроли то есть это мы это там едешь с одной двумя песнями это совсем по-другому а здесь это опыт поэтому как-то так бусе казимирка но пусть должна знать я не знаю чем отличие отличалась отличить дюссельдорф и прага а в каком плане вы имеете ввиду чем отличились чем-то занимаешься на этих гастролях плане если плане работы спрашиваете ну как чем мы не знаем это всем постоянно что-то нужно кому-то постоянно особенно во время концерта обожаю его похоже можно масса счастья всем был казимир на малевич художник как вам пообъяснить вот чем занимался но но весь коллектив ну как так это грубо говорят типа на мне да нужно организовать там то нужно подать машину нужно отвезти нужно чтобы проконтролировать чтобы здесь это было то там гримерки я не знаю на зал подготовили то есть как то такое вот все дать адрес что письмо продвижка еще раз говорю адреса сейчас нету некуда сейчас написать письмо мне прага больше понравилось и песни стоя аплодировали было круто даже через экран до прага была эмоциональнее однозначно но в плане организационного момента со стороны площадки конечно дюсельдорф круче там современный зал там с охраной было как-то посерьезней а прага концерт этот зал конечно такой еще советских советских времен как пчелка за видео вы поставили напряжение отдохнуть там было невозможно ну как не было возможно я же говорю Что у нас была неделя отдыха Ну вы чего Вот когда была неделя, мы и отдыхали Но все равно что-то нужно было Что-то там постоянно Кому-то что-то нужно было Когда летели, были проблемы Просто Самое интересное, что больше всего Проблем были При регистрации здесь Вот как ни странно А где собаку оставляли? Артем был Судя по фанкам Концерт Праги был огонь Велась ли там профессиональная съемка? Нет, съемки профессиональные нигде не велось Ребята, это же тур В туре не снимается каждый концерт Вы вообще понимаете, что такое Организовать профессиональную съемку? Да и зачем? Для чего каждый концерт снимать? В туре не снимается Одно дело, если ты делаешь концерт В Москве Еще там где-то где-то где мы снимали Питер снимали Вот такие вот города И это как бы шло не в туре Но когда вот Ну, посмотрите там, допустим Когда у нас была Казань Екатеринбург Еще что-нибудь Это не снимается никогда Для чего? Для истории, чтобы было Для истории, чтобы было Были полупрофессиональные камеры И снимали И полно видосов И он, Димаш, выкладывает до сих пор Чуть ли не через день Поэтому Не хотите отвечать про что? Я не вижу всех В Киеве сняли концерт В Киеве снимали концерт Онлайн-концерт Совсем другая история В Киеве снимали Но это же концерт был не для зрителей Это был онлайн-концерт Чтобы потом показать его У вас в коллективе Похоже, сложились Очень добрые отношения Ну, да Это же видно Какие планы на 1 мая? А никакие 1 мая полгода мама Мы поедем с папой на кладбище С братом С семьей С его Потом посидим дома Ровно полгода уже Представляете? Время бежит Как праздновали Пасху в этом году? Да особо и не праздновали Но я же говорю Мы были у папы А как ее нужно праздновать? Где? Вы уже, по-моему, раза два спросили Я не пойму Как можно еще праздновать Пасху? Как не в кругу семьи? Я не знаю Аж не верится Что уже полгода Да, представляете? А у нас 29-го полгода Да, Кать Я помню У нас там разница в два дня Ну, в храме Я считаю, что не обязательно ходить в храм Это дело каждого Я никогда вообще на Пасху не ходил в храм Там до-после ходил Макс Киевский концерт есть на официальном канале А-а-а Все, я понял Про тот вы концерт говорите Да, он снимался Но просто это было организовано Поэтому я и не помнил Если я помню, что Москва-Питер снимали А там, да Точно, точно Ошибаюсь, извините Ну, это, понимаете, это столица Еще раз повторюсь Ну, каждый концерт не снимаем Так вот, я, по-моему, начал рассказывать Как нам выносили мозг Здесь Турки Шайрлайнс во Внуково У нас у одного вообще человека Без которого не состоялся бы концерт точно Он главный по технической части У него просто при регистрации У нас же был билет куплен туда и обратно сразу Так вот, у него туда билет аннулирован А обратно оставили То есть была одна бронь, да И просто полбилета вот такой взяли И выкинули И посадили кого-то другого Как это происходит? Никто не знает В итоге он уже уехал домой Мы долго регистрировались Потому что у нас много было вещей Где-то часа, наверное, два с половиной Пока мы все прошли И в итоге он уже Мы его договорились Что на следующий день ему купим билет И он уехал домой И тут раз появляется билет Потому что во время, когда мы были там Заходишь, где купить билеты Билетов ни одного нету Полный самолет И в итоге Он уже полдороги проехал до дома И мы ему звоним Срочно возвращайся А есть одно место И мы ему купили И он полетел с нами Потом при регистрации говорят Куда вы начали нас пытать Куда вы зачем летите У нас, конечно, были приглашения Все, что у нас концерт Все официально А начали приставать таким, как я Которые виза у меня была Не специально сделана под этот концерт А у меня виза Шенген была старая Еще пятилетняя французская Почему вы летите по ней? Я говорю, а как почему? Потому что я пошел сейчас сделать визу немецкую А мне говорят Зачем вам делать визу Когда у вас есть Летите по ней Ну, короче, ужас Потом они сказали Что вы не можете лететь по ПЦРам Потому что в Европу нужна прививка Причем прививка нужна европейская Никакие спутники не подходят В общем, постоянно что-то происходило Думаю, вроде была По какому-то казахстанскому каналу Пока же, скорее всего, была информация такая Ой, про Дубай не знаю Не знаю Кулич вкусный был или наши в России вкуснее Какой кулич? Не понял А, в Германии, который купили Господи, мне нужно все напоминать Я ничего не помню Да такой же, на самом деле А мы же покупали его в русском магазине Ну, и как тебя выпустили без прививки? Ну, прививок ни у кого не было В итоге пустили по ПЦР Всех пустили Ой, ужас И был еще момент Когда у нас была пересадка в Турции Туда, когда мы летели Почему-то все, кто с русскими паспортами Мы же там пересеклись С ребятами из Казахстана Мы прям там Стыковка у нас была И вместе уже летели туда И нас все, кто с русскими паспортами Уже когда идешь на посадку Вот прям уже в самолет, да Последний вот этот вот Пик-пик-пик-пик делает тебе Нас всех почему-то с русскими паспортами в сторону Прям забрали паспорта И мы стояли, ждали А потом он каждого отдельно перепроверял И нас отдавал Да, мало того, что прививки отменили В Германии, в принципе Отменили все Вообще, конечно, я говорю Что я до сих пор не верю в то, что состоялось Потому что оно Ну вот, допустим, даже элементарно Когда мы подали Все знают, да Что, как бы, 24-го числа Что произошло Что случилось Это был четверг А в понедельник мы подаем на визы То есть вообще по всем законам жанра Нам не должны были дать визы Особенно немецкие В итоге нам дали все То есть все сложилось Я говорю, просто как-то вот все Хотя, конечно, не без каких-то там моментов Как ты пел Брал очень высокие ноты в полу Да Вы знаете Где тоже Хороший вопрос Тоже в багажнике Макс Болстаков, кстати Так прививки отменили Очень много было дублей, да Для того, чтобы снять Мое синхронное пение Под живую фонограмму Удача однозначно была на нашей стороне Просто Даже фуры, которые ехали с аппаратурой Там, не знаю Из Белоруссии Вместо одного дня на границе Пристояли три или четыре дня То есть постоянно что-то происходило Но маски нас заставляли Везде в самолете Везде В турецкие авиалинии Везде Извини за вопрос, пожалуйста У тебя VPN работает? Я в инстаграм зайти не могу VPN не работает У меня работает VPN Но этих VPN-ов же много Их тоже блокируют Поэтому нужно Какой-то другой, значит, скачать Привет, Киев, Вася У моего знакомого Были проблемы в Хельсинки На В Хельсинки На самолет Его так и не пустили Потому что он в России Их должен был лететь В Стокгольм Не знаю У нас не было такого Что кого-то там не пустили Но у нас за день Один из музыкантов У нас летел за день Раньше Ну там По своим делам Он заезжал к брату И он был, так сказать Первый проходец Но его вообще Жестко Просто Когда он пролетал Его вообще не зарегистрировали Именно по той причине Что у него нет прививки Европейской Ему сказали Вы не можете лететь Прививку А так как У нас же стыковочный рейс И нам должны были сразу Вот здесь, в Москве Дать два посадочных И багаж сразу Транзитом идет До Европы Нифига Ему говорят Вы не можете лететь И все Достали какой-то закон Там где-то вылистали Что-то там показали ему И они говорят Мы вас можем зарегистрировать Только До Стамбула А представляете Вы видели Какой аэропорт в Стамбуле Это нужно Выйти ему Не просто выйти Там в транзитной зоне А выйти из аэропорта Получить багаж Обратно зайти А у него на все про все Два часа То есть Багаж там Получать час где-то То есть он вообще Не должен был успеть Короче он на свой страх И риск Он сдает багаж Только до Стамбула Регистрируется только до Стамбула А там они ему говорят А там типа сами решайте Пустят вас без прививки Или не пустят В итоге он пролетает В Стамбул Ждет багаж Багажа нету И я постоянно С ним на связи Просто вообще Я думал Я там с ума сойду И он там С ума сходил И я тут И в итоге Багажа нету Нету Он пошел Я про музыканта Который летел На сутки раньше На концерт И он пошел туда В розыск багажа Они начали его искать Искали 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 Не нашли Потом Нашли И сказали Что ваш багаж Все таки улетел Уже транзитом Идет на посадку В Европу А он говорит Турк говорит Типа мол Идите Вы еще успеете Зарегистрироваться Окей Он побежал Зарегистрировался Без всяких проблем В Стамбуле Вообще ничего не спросили Никакие ни прививки Ни ПСР Ничего А потом Получается Что прилетает Он в Европу Получает багажа Багажа нет Это вообще Трэш был Багажа нет 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 И нет Он пошел Значит опять Искать багаж В розыск А ему говорят А ваш багаж В Стамбуле То есть там Они сказали Что он улетел Здесь они сказали Что он не долетел Но в итоге Они его Слава богу Они его обнаружили И сказали Завтра он прилетит И все Ему доставили Прямо домой Вот я говорю Что постоянно Что-то происходило Так Вспоминаю Константин Слюдов Я совсем недавно Услышал Впервые музыку Димаша Очень впечатляет В команде Кто-то новенький был Этот Как его Помните Я эту гитару Называл Такая Как это гитара Шумная такая Антон Чумаченко Вот он Вместо этого Очень переживала Из-за смены Режиссера Как-то получилось Изменить состав команды Так оперативно Собрать все За один день С чего вы Режиссали Что за один день И какую команду Собрать Не понимаю О чем вы говорите Никого мы не собирали Мы просто справились Без режиссера Вот и все Когда отменили Вступление Димаша Восьмое марта Я плакала Что как будто Я виноват А где Восьмое марта Здесь В Москве Когда съемки были Этот парень Без багажа Наверное Зарекся лететь А он еще С гитарой А Бас-гитара Антон Чумаченко Бас-гитара Все Точно В Германии Привет Что-то Прям сегодня В Германии Много Макс Работает Ближе Как настрой Хороший Настрой Все хорошо Калининград Классный Город Кстати Привет Андрей Гудков Смотрели Зря Чикатило Нет Что-то Пытался Я начать Но еще Не смотрел Надо все-таки Собраться Много Нервов Потрачено Зато Какой Абсолютно Верно Результат Суперский Я бы Взорвался От бешенства Но Единственное Что хочу Отметить У нас же Вы знаете Что балет У нас был Тоже Собран Просто В корот В коротчайший Срок Я прям Низкий Поклон Тодесу Вообще Всему Тодесу И Аллы Духовы Что даже Ученики Ведь это же Был рижский состав Да В Риге Есть школа Своя Тодеса И они В принципе Еще Только ученики И у них Было Очень короткий Срок Выучить Всю программу Но я считаю Что они Полностью Справились Абсолютно Полностью Поэтому Когда Но костюмы У них же не было костюмов Костюм мы везли отсюда Это я к чему Рассказывал Что туркишим Надо отдать должное Это не аэрофлот Где в аэрофлоте У тебя строго 23 килограмма Шаг лево Шаг право Поплати деньги В туркише 30 килограмм На человека Это Значительно Больше И плюс У нас было Три баула Костюмов Тодеса И Килограмм По 20 По 25 Наверное Вот И Нам удалось Я был готов Уже Как бы мне Хизри сказал Что нужно будет Платить за это Потому что у всех Свои багажи Нам никому Не влезет Это Вот Но Вы не представляете Вот эти вот Сколько там Килограмм 70 Нам Удалось Раскидать На весь коллектив Потому что У кого-то Чемодан был 20 У кого-то 21 У кого-то 25 И это Оставалось До 30 По 2 3 5 килограмм И это Все суммировалось На весь коллектив И в итоге Мы не заплатили Ни копейки В аэрофлоте В жизни Такого не сделали В жизни Там не волнует Должно быть 23 И все А если у тебя Есть второй чемодан Плати за него Деньги Либо по килограммам Либо За просто Второй чемодан В Туркише Просто гениально И обратно Тоже так же Мы летели И абсолютно Не платили Ни копейки За 3 баула Которые просто Раскидали На весь коллектив Гениально Да Даже не верится Что тут были ученики По 15 16 лет Можете себе представить По 15 16 лет Ребята из Риги Со своим хореографом Эдгару Если он меня смотрит Прям огромный привет Ему Просто молодец Вы едете К Наталье Фальконе А сейчас Это возможно Из России У вас есть виза Так Приезжай в Анапу На самом тепло Солнце У тебя наверное Припрятанное 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 видео С концерта Нет ребят Ничего не припрятанное Все выпущено А по полу Наталье Фальконе Вот с ней и разбирайтесь Что она там Секреты все раздает В России Все для людей Сервис Ну я бы так громко Не заявлял Но Не все так плохо В России Как Многие говорят Физя Юбович Смотрел Весь концерт Записи Или как он определяет Что все Получилось хорошо Ему не надо Смотреть весь концерт Если я с ним 24 часа на связи И докладываю Каждый шаг Как вы думаете Откуда он в курсе А когда Димаш Спел Порепетировать С Торосом Ну вот Было время Ну во первых У нас же в день концерта Была репетиция На сцене Ого Собака Какая побежала Так уверенная И бездомная И прям как будто Она сейчас кого-то сожрет Черная Здоровая Я первый раз у вас На прямом эфире Привет всем Из Башкорстана Привет Трепло Лариса Не понял Кто Трепло Я Ну вот Вроде бы Наверное Я вам почти Все и рассказал Все моменты Где ты находишься В квартире Почему так темно Вот Мне надо было Такие комментарии Меня тоже Надо удивлять Вы неужели Не видите Что я в машине Нахожусь Я вот Не могу понять Ну видно же Вон заднее стекло Машины Ты наверное В машине Нет Я в квартире Ай Не могу Уже дома Сейчас Выписали Да Его выписали В среду Все хорошо Вы очень Не переживайте Американский Блогер Трепло Ааа Вы проверили Фальконихо Максим Жена брата Пекла куличи Вопрос Или ответ В подводной лодке Поехали Как-то По ночной Москве Кататься Ой Я каждый день По ней катаюсь Я не могу Много ездить За рулем Очень устаю Мы со спиной Вообще Я не знаю Как я бы держал Эту поездку Потому что Как ни крути Все равно Чемодан натаскаешь Тяжелое Поднимать Не очень Конечно Б Надо Но приходится Казань Привет Тошка Пошли Футбол Чего Сейчас Конечно Большие Молодцы И музыканты И танцоры И организаторы Наши Вообще Молчен Всегда На Кстати Спасибо Да У вас Хорошие Получается Общаться С людьми Певцами Да мне кажется У меня просто Получается Общаться С людьми Причем Не с певцами Не певцами В 95 Году Вы выглядели Просто замечательно А сейчас Что Плохо Когда Сделаю Обзор Квартиры С Панфиловым Ну во первых Они еще Конечно же Не переехали Во вторых Они опять Дубаи И поэтому Я Их сейчас Заблокировал Везде Видеть не хочу Слышать не хочу Конечно Это шутка В 95 Году Мы все Хорошо Выглядели Молодец Лариса В 95 Году Был с волосами Как минимум Где Следующий Концерт Ребят Пока Ничего Не могу Сказать Но Минск 4 декабря Но это тоже Уже Перенесенный Третий раз По-моему Хизри Аюбович Кстати да Похутел Реально Хорошо Удачные Радости Начинаются А что ты делаешь В машине В 11 вечера Люцифер Прекращай Детское время Я вчера домой Знаете Поскольку приехал Пол шестого утра Пол шестого утра Где я было Что дел Это будет на видео Спасибо большое Алматы Сейчас ждешь Кого-то в машине Почему домой не ездишь Потому что я с вами общаюсь Поэтому домой не еду Я вам хочу сказать Да Что ложиться В 6 утра Как раньше было легко Вот когда было тебе 20, 25, 30 Пофигу Ты вообще мог не спать То есть ты мог не выспаться Ты мог поспать чуть-чуть И это совсем по-другому чувствуется Ну вот Я не говорю Что я какой-то старый 45 Это тоже еще В принципе молодой Но это не 25 лет Ты просто не можешь Не поспать Я не мог уснуть Потом даже У меня какое-то Аж перенапряжение Такое было Сколько вам лет У меня юбилей В этом году Дай бог Никакой концерт Это уже мое сердце Не выдержит Точно Как папа Ничего Даша Спасибо Все нормально Потихонечку Привет Глазова Кто это У вас семья есть Да У меня Есть Папа Брат И вы 133 на одном И 21 тысяча На другом 154 тысячи 45 Ты будешь Яжаткой Опять Сейчас Надь не подпадет И просто убийствует Это вообще ужас И я сегодня Проснулся Вот где-то Пол седьмого Я уснул Проснулся В 12 Потому что В час Я уже Поехал К зубному Все там Нужно было Доделать Последнюю Эту Штучку Значит я вышел На улицу Когда было Только Пил 28 Я думал Вам лет 35 Спасибо большое Очень приятно Что не спим А когда это мы спали В один с вечера Сейчас я подложу Свою штучку Для спины Вот у кого Болит спина Ребят Не пугайтесь Это не из Амстердама Не из секс-шопа Это для спины Продается в спортивном магазине Я уже показывал И вот так Под спинку Кладешь И очень Очень хорошо Расслабляет Мышцы В позвонке Вы не женаты Почему Сабина А вы вообще не знаете Что это вопрос Не очень-то прилично Посмотрите Вы подходите на улице К незнакомому человеку А я считаю Что мы в принципе С вами незнакомые И вы говорите Вы женаты Нет А почему У вас нет семьи Вот вы как Вы себе это представляете Так сколько ему Так я же сказал Вы что Как будете отмечать 14 ноября Ой Дарновато Что еще думать Так как отмечать Теперь мы новый шкаф Покупать Это отдельная тема Для видео И для прямого эфира Ребята Я Это просто Новый шкаф Это просто трэш Это просто кошмар Хочу вам сказать Это прямо Что вынь да положь Одну почку Вторую На блохизряда Это другую продать Черный юмор Конечно Но Добьем тысячи Да А что это тысячи Давайте добьем До тысячи Это же сегодня Зубного Одолела Даже не поняла Все время не задаем вопрос А Максимович На жизнь Спасибо за понимание Да Ужас Не то слово Ребята Сколько сейчас Стоит мой шкаф Папе привет Когда он Обязательно Моя дочь Два-три года Подходила По молодой женщине На улице Спрашиваю У вас есть доченька Извините Не извиняем Не стоит почками Разбрасывать Но это я так шучу Конечно Чем бы дитя не тешилось Жб не плакало Теперь на шкаф Ну у меня там Немножечко другие планы Это я вам позже расскажу Но шкаф подождет Это точно Шкаф который сломался Причем я даже позвал Своего соседа Шухрата Который всегда Мне помогает И спасает В каких-то таких Мелочах По квартире Потому что он Занимается ремонтами Но Сказал что Нельзя починить Что решили с костюмом Ничего не решили Захаров у нас В Турции Приедет Обязательно схожу Все разъехались Что про музыканта Не говорил Привет Макс Что про музыканта Не говорил Чемаченко Вместо кого Марсель Марсель Хакимов Вместо него Ну он Просто перешел В другой коллектив Он уже давно Перешел Без всяких причин Просто у него Не совпадал Он бы мог бы совместить Потому что Многие ребята Совмещают Работают где-то еще Но у него Не стыковалось Макс Автографы берут У меня Берут Расскажи про Интересную улицу В Амстердаме Обои все-таки Наклеить Нужно было Не вверх ногами У меня Обои Не вверх ногами Может быть у вас А у меня нет Что-то спросили Про что Я уже забыл Какой ваш Самый любимый Праздник А про Интересную улицу Какой мой Любимый праздник Ну не знаю Раньше Новый год был Когда был Молодой Совсем А сейчас Не знаю А про Интересную улицу В Амстердаме А что Рассказывать Я все рассказал И показал И в принципе Я рассказал Про девушку Которая там стояла Она Мило Заговорила Со мной По-русски И Я ей Мило Ответил Германии Понравилось Да Очень понравилось Скажите Про концерт В Казахстане Я вам ничего не могу сказать Потому что Я не знаю Народ толпа Лайков нет Как постоянный запах В Комсердаме Отличался Конечно Там всегда Там все улицы Я не знаю Что не курит Траву Гашиш Там Или что Это такое Как это называется Не знаю Но этот запах Присутствует Везде А девушка Стоящая В витрине Оказалась В Румынии Заговорила По-русски И сказала Что Фото Видеосъемка 50 евро Макс лет 10 назад Красновей Плавал Левит Он до сих пор Там Не обратил Внимание Не Не обратил Марихуана Легально Ну да Там же Эти кексики Продаются По 8 евро Тоже В состав Входит Марихуана Где одежду Будешь теперь Покупать Зарочки Ты Нет Теперь Юлечка Зарочка Ты возвращается Уже Будет Зарочка Вот вы реально Думаете Что я больше всего Приживаю За Зару Вот вообще Просто пофиг Столько Этого шматья Не знаю Барахла Не знаю Все торговые центры Заваленные А ты курил Когда-нибудь Марихуана Конечно курил Давно это было Вообще Вот просто Не мое Я даже не раз Пробовал Один раз Где это было В Испании Что ли И Там же Понимаете как Перекуришь И просто Вертолеты Мне было Так плохо Я просто Вообще Чуть с ума Не сошел Поэтому Не знаю Кстати В эфире Нельзя разговаривать Про Такие вещи Вы знаете Нас могут Заблокировать Макс А вам Вастилек Рассылки Одежды Не делает Нет Я что-то Слышал Про это Ни разу Ко мне вообще Никто не обращается В плане Каких-то Рекламодателей Вообще Никогда Один раз Только И они Причем Два раза Ко мне Обращались Это термос Термоса Вот эти И магазин Я показывал Это единственный Раз Кто ко мне Даже повторно Раз обращались Очень хорошие Ребята И там Анастасия Девушка Директор Магазина Это единственный Раз Когда ко мне Прям Такая Типа Ну серьезная Компания Обращалась Говорят Запретили Все-таки Зара Возвращается Мне сегодня Скинули Да Можете Спросить У вас Дети Есть Спросить Можно Потому что Детей Нет Да После Курева Есть Хочется Однозначно Ну Зарочка Любимая Ну Любимая Ну Что Теперь Господи Ну Это Не Самое Страшное В Жизни Что Может Произойти Что Закрыли Зару Ну Реально Я Вон Сейчас Был В Европе Зашел В Зарочку Купил Кроссовочки Ну Что еще Надо А я Я В Таиланд В Таиланд Поехать Поехать Смотаться 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 Притейгерам Гости Будем Рады Появляться В Кёрне Хороший город Мне понравился Какой-то Уютненький Тяжело было Сейчас За границу Анна Я вот 60 минут В эфире Минут 40 Я рассказывал Про то Как мы Добирались Поэтому Уже Не буду Повторяться Вы Пересмотрите У Крутого Грязь Все Хорошо Вроде Да Василек Не для вас Такой колхозный Силь Для алкашей Но Ради Прикола Я бы Снял Такой Видос Завтра Послушаю Что-то Интересное Пропустила Все Интересное Очень Много Интересного Не знаю Где вы Шлялись Время Еще Детское А вы Не приходите На прямой Эфир Ко мне Ну ладно Давайте Еще пару Каких Вопросов И будем Закругляться С бывшими Одноклассиками Общаетесь К сожалению Нет Только в Инстаграме Подписаны На Петьку Пскунова Дружбана Моего И все Больше Никого А кроме Блогера Кем вы Работаете На кого Учились Есть Профессия Так Ну что я могу Вам сказать Ну я вот Сейчас точно Не буду Посвятить В это Все Вроде Все про Меня Все знают Даже Не знаю Какое Вам Видео Посоветовать Посмотреть Про меня Девочки Посоветуйте Какое Видео Где я Про себе Когда-то Рассказывал Очки Сменили Что Нет Это мои Одни Из Во-первых Я блогером Кстати Никогда Не работал Начнем С этого Что думаете Про Галкина Да Ничего Я не думаю Мне Вообще Все Это Грустно И Печально Мне Галкин Вообще Очень Нравился Всегда Но Я Не Переживаю За Него Потому Что Потому Что Он Не Пропадет Какая У вас Погода В Москве Сейчас 12 градусов Хорошая погода Сегодня была Вчера Был дождь Какой-то институт Закончил Никакой У меня Целых Полгода Высшего Образования А потом Отчислили Потом В армию Пошел Я Украинец Люблю Русскую Литературу А я Вот Даже Ничего И не читал Толком Родом Из Москвы Из Подмосковья Зря Стал Такие Вещи Говорить Надо Молчать Как Некоторые Ну Это Выбор Каждого Вот Он Сделал Для себя Такой Выбор Макс Надо смотреть Все Видео Они Все Классные У Галкина Все будет Лучше Чем У нас У него Всегда Было Лучше Чем У нас Поверьте Вот Он Точно Не Будет Нуждаться Ни В чем В этом Плане Я Точно За него Не Переживаю Да Давайте Не будем Скорее всего В Алматы Димаш Выступит Так что Приезжайте Ой Я Очень постараюсь Если в Алматы Будет концерт Потому что Мы приедем Где ты С Димашем Пел Интересно Все-таки Это было Давно Но не очень Давно На самом деле Это было Зимой Когда все Стаканится Мне кажется Все потянутся Назад В том числе Галкин Почему вы Больше не учились После войны Училища Потому что Я пошел В армию Полтора года Из армии Я пошел Сразу же Работать И все И как-то Вот так Москва Меня затянула Ну Честно Учиться Это вообще Не по мне Ну Не люблю Я учиться Что за часы Apple Watch А я Вчера Пересмотрела Ваши купания На слона Ой Не надо На меня Там Смотреть Я там Такой Толстый Паспад Отчислили Но за что Горь Ты какое Да ни за что Сессию Не сдал Первая Буквально Сессия Зимняя Не сдал И все Отчислили Презентация Димаша Бытова Какая презентация Военное училище Военный Орловский Военный Институт Правительственной Связи Макс У тебя Очки Томфорд Нет Это вообще Купленные В авиапарке Вот там Такие Развалы Стоят 2000 Рублей Офигенски Омлет Рисовочный Макс Давайте Приготовим Зимой Говоришь Значит Во время Клипа На песню Окей Ну в то Время Да Не во время Именно Клипа Но В те Дни Все правильно На На Колыму Приезжайте Нет уж Лучше Быть Нам Есть Первый Основной Канал Креди Макс Телеграм Телеграм-канале Да Надо Возобновить Про Кантемир Уже Сегодня Все Сказал Но В принципе Да Информации Нет Мы Помним Максим Еще Без Очков Сильно ЗП Ютуб Упало Почему Не говоришь Чтоб Смотрели Через VPN Тебя Хоть Какая Копеечка А тут Дело Не в Копеечке Тут Просто Дело В том Что У меня Вот За Хорошие Просмотры Вот Там Что Связано С Концертами Я Вижу Эти Деньги Но Они Не Выводятся Проблема В том Что Их Не Переводят Вот За Какой Сейчас Апрель За Март Месяц Все Уже Нет Потому Что Все равно Просмотры У меня Конечно Концертов Не Только С Россией А Всего И Какая Копейка Там Упала Но Они Просто Не Выводятся Карта Привязана Наши Русские Виза Мастер Карта Они Все Максим А что Галкин Правда В Израиле Елена Вот Мне эти вопросы Нравятся А вы Как вам Объяснить Я что Пресс-секретарь Галкина У него Уже Есть Официальный Аккаун В инстаграме Где Он Уже Выпустил Не Одно Видео Из Израиля Он сам Об этом Говорит А вы У меня Спрашиваете А что Правда Вы Боитесь Смерти Ой Какой Вопрос Да Конечно Наверное Да Вот Что Я буду Сейчас Рассказывать Что Я не Боюсь Смерти Да Конечно Боюсь Конечно Хочется Пожить Как Можно Дольше Никому Не Причиняя При Этому Проблем Я имею Ввиду Знаете Как Там Бывает Уже В Каком Возрасте Ты Какой-то Обуз Своим Родственникам Вот Так Бо Я не Хотел А Тинькофф Тоже Никак У меня Никогда Не Был Тинькофф Мне Не Нравится Этот Банк Честно Надо 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 же Тут Чайте Народу Больше Чем Вечернего Соловьев Скорьцов Моя Не Дома Ксим Почитай Книгу Опыт Дурака Или Как Избавиться От Очков Очень Полезная Книга Не Люблю Я Читать Как Тебе Город Орел Вы Не Поверите Я его так часто Вспоминаю Это настолько Какой-то Уютный Город Я много Где бывал Там Да То ли это Потому что Какие-то Воспоминания Из Тех Послешкольных Лет Но он Реально Прикольный Город Я и потом Несколько раз Ездил Я там Общаюсь С ребятами Последний раз Я там был В 2008 Году По-моему Но Не важно Мне Орел Очень нравится А Привязать Другую Карту Можно У меня Тюньков Переводы Можно Перевод Проводить Я даже Не могу Зайти В эту Творческую Студию Так Называемую Там Где Вот Ацент Эта Платежная Система Я вообще Не могу Туда Зайти Не знаю Почему Ну Раз Наталья Говорила Вот Пусть Она Вам Рассказывает Все Тайны По Карте Мир Вот Это Вряд Л Ой Рутюб Это Помойка Честно Ребят Да И Этот Яндекс Дзен Все Не то Это Ребят Как же Здесь Все Просто Мы Привыкли К этому Ютубу А Я Полтора Года Дослуживал После Под Чеховым Спасибо Папе Который Посодействовал Помог Чтобы Меня Далеко Не отправили Под Чеховым Это Как раз Там Где Деревня Мелехова Это Где Там Антон Павлович Чехов Уже Учился И Процветал Вообще Это Называется Поселок Нерастанное Вот Просто Захотел Через ВПН Зайди А Зачем Ютуб Не заблокировал У нас Причем Здесь ВПН Не могу Понять В Турции Наши Карты Мир Действует Турция Обещала Я не знаю Я Карту Мир Только Сейчас Заказал Она Уже Готова Нужно Забрать Ее У меня Не было Карты Мир В армии Однажды Макс Помогал Хоронить Деда Ну Да Это история Конечно Смешная В мире До сих пор Дух Чехова Ощущается Да Там же музей Насколько Я знаю Кем Вы Видите Себя Через 20 лет Через 20 лет Мне будет 65 Ну По-прежнему Крэзи Максом На пенсии Время Конечно Летит С ума Сойти Вот 20 лет Пролетели У меня Просто Так Знаете Как Страницу Прелеснул И не заметил Так Ребята А что Мы тут Засиделись Мне кажется Сержанты Хоть дали В армии Нет Не дали Кстати Должны были Эфрейтеры дать Вместо этого Посадили На группу Ахту Сыры Вкусные Ой Спасибо Спасибо За сыры Мне такие сыры Подали Вообще Мы не знаем Что завтра Будет Через 20 лет Ваша мама Не настаивала На получении Высшего образования Но нет Слава богу Спасибо И маме И папе Что меня Не мучили С этим Блин Забыл Как зовут Девушку Хотел Благодарить Позорище После армии Где работал В военном Тоже Здесь В Москве Уже В серьезной Структуре Два года А потом Гуляй Шальная Императрица Два года Полтора года В ресторане Наикрутейшем Ресторане В украинском На Старом Арбате С офигенским Коллективом Которых Вспоминаю До сих пор А что это вы тут делаете Сидим Добрый вечер Добрый вечер Семенную ложку Семенную ложку Награждане Не помешаетесь Папа С всех Срочником Заставил Поработать Ну нет Да Про хизри Да Я уже Много разного А чем ресторане Разнимаю Официантом Работам Ну что В Зару не ездил Закрыто Так что туда ездить Если закрыто Что за странный вопрос Вы едите сахар Каждое утро Беру Рафинад Кусочки И грызу Такой вопрос Вы едите сахар Е В чистом виде Как дела с бизнесом Ну уже тоже Раз Двадцать ответил Можно и без высшего Только мамы обычно Очень хотят Чтобы их детки Учились Не только мамы И папы тоже Я почему хочу закончить Уже хочется встать Чуть Это засыпаю Но спать не до Интересно вас слушать Хорошо Хорошо сидим Ребят Но уже не могу Я могу выйти погулять И потом прийти А вы посидите Макс В этом прямом эфире Вы бы меня видели Что за странный вопрос Почему странно Я не ем сахар В никаком виде Никогда Елена Я вас очень Уважаю за это Вы молодец А я ем сахар Дарья Да пожалуйста Моя дорогая Все для тебя Обрати внимание На Елену из Германии Давайте я вас Поближе возьму Увидела Ура Что нужно На что обратить внимание Алкоголь ты пьешь Ни разу не замечал Пью Как мы в эфире Даже выпивали Твое знаменитое Фото С ресторана У меня их два В Дубае Плавали В Персидском заливе Нет Я ржу не могу Не ржите Елена Пожалуйста Давно Уж Леночка Из Германии Хоть на голове Стой Не помогает У меня Так Иди погуляю В Экинграмме Валюту вывел Какую валюту Не пойму Откуда я должен Вывести Была б валюта Мы бы ее вывели Всегда смотрю Фальконы Она не сдает друзей У Галкина Хороший отель Что за него Беспокоится В Красногорске Есть место Которое тебе Очень нравится Да Моя квартира Сегодня была в Питере В отеле Вау Димаша Очень расстроился Там почти все связано А что было Что было Что было И что убрали Давайте так Получили Провод Когда вот Пошел Страх вождения Ой Это было так давно Что я уже Не вспомню Ну был этот страх Был Особенно Ты забыл Что забыл А когда мы Все деньги выводили Там напротив Еще Лисочек Стричка Напротив Квартира Так давайте Я все таки Выйду И действительно Чуть-чуть Постою А Фалькона Ждет меня в гости Вот контент Был бы Ой Хороший был бы Контент Еще бы Виза была бы Американская И мы бы Устроили этот Контент Как старый Дед Вылазил Стареешь Макс Ой Стареем Так как Будем деньги Выводить Не пойму В этот раз Как будем В прошлый раз Они сами Вывелись А вывелись Они просто С опозданием А в этот раз На минуточку Сегодня уж Какое число Они не выходят Как с мясом Цены на бензин Что-то в районе Пятидесяти По-моему Девяносто Второй Сорок восемь Девяносто Пятый Пятьдесят Один Что-то такое Не сравнить Конечно С ценами В Германии Потому что Там 2,20 евро Я видел Не простудись Чай не в Сочи Кстати Очень тепло Визу через Казахстан Можно получить Можно было Сейчас уже нельзя Но у меня знакомый Умудрился получить В Ереване На минуточку Один Айтишник Не может Вывезти Крипту 4 миллиарда Забыл пароль Ждет Когда ему Приснится Восьми Офигеть Зайди в пятерочку Вкусненькую Сегодня купи Пятерочка Тоже закрыта Мы едем В Ереван Я сейчас похож На интеллигент Модельнобойщика Ждет Кстати Юникло Это мне Панфиловы Посоветовали Купить Ванька Панфилов Офигенская Кстати Такая Смешная Ай Кстати Кофта Тоже Юникло Все Ребят Что-то мы засиделись Уже полтора часа На минуточку А мне кажется Ой Не могу Как спина Беспокоит Конечно Думаете Что я вышел Вы с Маргаритой Сычкар Контактируете Ну нету Я подписан На нее Но Ну вот Виделись Два года На концерте Назад Ночью Любишь покушать И ночью И днем И утром И вечером Я всегда Я всегда Люблю покушать К остеопату Да надо Надо Мне на самом деле Такой препарат Дали Советский Покажу Дома Такой Типа Электрофорест Там Какими-то Проводами Подсоединяешь К спине Вроде должно Помочь Не знаю Про балкон Все расскажу Пока ничего Еще не делал Но планирую Что за спиной Грыжа Что-то пишут Здесь По Какому-то Не знаю Испанский Что-ли Язык Типа Витофон У родителей Что-то Похожее Какое-то Название Приезжайте В Ереван Очень много Турецких Ой Я в Ереван Обожаю Тем более У меня есть Там потрясающие Ануш Мама Корене Обожаю Первые С кем Встречусь Это с ними Если поеду Они блогеры Тоже Потрясающая Семья Вообще Сколько лет Вашему племяннику 19 Диклофенак Свечи Не помогают А от уколов Диклофенак Мне плохо Очень тяжелый укол Да Ереван Прям Красотища Вкуснотища Так Так Ну мы будем расходиться Или нет Или будем ждать Тысячу лайков Где лайки-то 492 Мельгаму Мельгаму Калю Калю Ребята И вы думаете Шо я Первый раз Замужем Что ли Мельгаму Если бы она помогала Эта мельгама Это конечно полезно Витаминчики Проколоть Но Диклофенак Да Еще и для желудка Очень вредно Пока 527 лайков Да 700 лайков И ухожу Иреван Красота И вкуснота Ничего не помогает Есть специальная зарядка Ой Я говорю Я уже много раз Три года Я делал эти зарядки Но сейчас Что-то пошло не так Три года Меня все это спасало Но сейчас Изменился Характер боли Оно совсем По-другому стало Блокаду Ну вот Я не могу Найти В Москве Хорошего Кто мне Сделает блокаду Честно Я бы вот ее Как от уколов Вам плохо Именно от этого укола Мне было не очень хорошо Такое состояние Было ужасное Куличи нет Не пек Покупал Ну все Ребят Такое ... все потеплело люди все машины нараспашку музыка орет хорошо так чуть-чуть размялся все ребятки я вас целую обнимаю ребятки девчонки все время говорю ребята на самом деле ребята мне кажется это не только же ребята имеется ввиду ребята ребята парни это же общее обращение и девчонкам тоже диском саду все время говорили ребята быстро всем спать если грыжа она сама рассасывается постепенно ага конечно я смотрю на меня спустя пять лет только все сильнее сильнее боль так к ученикам обращаются но или к ученикам джордан спрашивает но она же всем инстаграме сказал ребят чего вот всем нравится когда вы начинаете у меня спрашивать люди сами все в инстаграме вам показывают рассказывают а вы у меня спрашиваете зачем такие вот надо повисеть честно надо все ребят целую обнимаю приподнимаю все делаю как обычно ли какая глупость ничего не рассасывается я тоже говорю такая глупость